Вечерний Киев 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 Внутри него конфликт. Как рассказать о том или ином в стране событий читателям своей газеты, как есть или как принято? Конечно, как есть ему не позволят главный редактор и сотрудник особого отдела. Второй вариант. Фантазийный, приключенческий вариант. Сериал в этом случае имеет вертикальную структуру. Когда некий журналист путешествует по времени, по историческим событиям Украины 50-х, 60-х, 70-х, возможно 80-х годов, занимается там журналистскими обязанностями, пишет статьи с места событий и походу ищет женщину своей судьбы. Ею в каждой отдельной серии может быть, к примеру, инженер-конструктор из научно-исследовательского института, школьная учительница, переводчица из посольства, студентка, продавщица из ЦУМа, танцовщица из ансамбля Вирского, модель из дома моды, малерша со стройки, лаборантша из института, библиотекарь, стюардесса и так далее. Но в исполнении одной и той же актрисы. То есть, при путешествиях по историческим событиям Украины из серии в серию, главный герой, журналист неизменен, а главная героиня в исполнении одной и той же актрисы предстает в разных новых образах. При этом каждый раз в каждой новой серии они начинают с нуля. То есть при каждой новой встрече они друг с другом не знакомы. Он одинок и снова должен найти ее. Разобраться она ли, его ли судьбы та ли самая, это встреченная им женщина. А я, как зритель, хочу понять, что вообще есть любовь, простое стечение обстоятельств в своей жизни или нечто иное. Подобный фантазийный вариант позволяет экспериментировать с современными технологиями, к примеру, с дополненной реальностью, когда в одном кадре можно, к примеру, сделать композит какого-либо виртуального исторического строения или улицы, то, как они выглядели 40 лет назад и их вид сегодня, в 2015, либо их морфинг. Сериал «Вижу в легком, душевном, комедийном стиле». Фактически это романтическая лав-стори на фоне любимого нами Киева наших пап и мам с использованием вставных танцевальных номеров, как в фильме «Стиляги» Валерия Тодоровского. В сериале должно звучать много музыки украинской эстрады тех лет и использоваться много архивных документальных кадров Киева тех лет. В качестве эксперимента возможен вариант монтажа кадров в кадре. Известные ныне здравствующие личности из истории нашей страны должны появляться в качестве камео. На идее «Вечернего киевского торта» меня вдохновили документальный сериал «На медни» и «Старая песня» о главном Леонида Парфенова, фильме «Форест Гамп» с Томом Хэнксом и фильм «Улыбка Бога» или «Чисто одесская история» 2008 года, а также сериалы «Сваты» студии «Квартал 95» и «80» каналы СТС, комедии Леонида Гайдая. Давайте вместе с героями «Вечернего киевского торта» поностальгируем по светлому будущему.